Два братских народа вместе навеки. Движение первых, первые во всем. Встреча выпускников Елабужского института. Новое современное здание в самом центре города. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. В спортивном комплексе Бутлерово-4 состоялся лично командный турнир по бадминтону среди сотрудников Казанского федерального университета и их семей, приуроченный к 220-летию вуза. Игра проводилась по круговой системе до выигрыша двух матчей из трех. Командой, набравшей максимальное количество очков и выигравший турнир, стала семья Тимбаковых. Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день, в 1996 году, президенты двух государств подписали договор об образовании сообщества России и Белоруссии. Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. День единения народов Белоруссии и России – это особое событие, которое символизирует дружбу и тесные отношения между народами двух братских стран. Этот день отмечается ежегодно и наполняет сердца людей радостью и гордостью за свою историю и культуру. У нас есть обязательства перед Белоруссией. И Александр Георгиевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Воссоединение белорусских и российских территорий произошло в конце XIX века после распада Речи Посполитой. С того времени Россия и Беларусь находятся вместе, имеют общие исторические культурные корни. Стоит отметить, что еще до распада СССР Беларусь и Россия были в хороших взаимоотношениях. Если же говорить о современном этапе истории, то, как мы с вами прекрасно понимаем, в 1991 году произошел распад такого государства, как Советский Союз. И образовались два суверенных государства – Российская Федерация и Республика Беларусь. Но нужно отметить, что на общем фоне дезинтеграции отношения между Россией и Беларусью выстраивались очень-очень хорошо, конструктивно. И буквально спустя несколько лет после распада Советского Союза, а именно в 1996 году, уже возникла идея объединения двух государств в единое пространство. И возникла вот та идея, которая называется идея союзного государства России и Беларусь. 2 апреля 1996 года был оформлен договор о создании сообщества России и Беларуси. Это положило начало празднованию Дня Единения Народов этих государств. И по сей день государства поддерживают хорошие отношения, помогают развивать своего рода экономические проекты. Сегодня для России Беларусь представляет собой очень важный форпост в плане импортозамещения. Действительно из Беларуси в Россию идут большие поставки сельскохозяйственной продукции. В свою очередь Беларусь активно потребляет из России продукты нефтехимии, различного рода технологические продукты. Поэтому действительно сотрудничество многообразное и широкое. В 2023 году на встрече посла Беларуси в России Дмитрия Крутого и Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова была выработана развернутая программа сотрудничества между регионами Беларуси и Республики Татарстан. Важнейшие проекты запланированы в сфере нефтехимии, в сфере машиностроения. Стоит отметить, что эти республики имеют мощный потенциал в сельском хозяйстве. Обмен опытом в этой области, конечно, представляет большое поле для межрегионального сотрудничества. Валерия Котова, Универ Новости. 1 апреля в экстрим-парке Урам состоялся брифинг, посвященный летней кампании движения первых в Татарстане. Так, движение планирует 9 республиканских тематических смен, муниципальные смены, работу пришкольных лагерей и многое другое. Подробности узнаете далее в сюжете. Движение первых – это различные проекты, которые реализуются и придумываются инициативными молодыми людьми. В настоящее время добровольной деятельностью увлечены ребята практически во всех школах и колледжах республики. Движение делает их жизнь более насыщенной, в том числе через проекты. Везде, где есть отделение движения первых, существуют советы первых. Они могут сами придумывать и воплощать свои идеи, а в этом им помогают наставники. На сегодняшний день на официальном сайте движения зарегистрированы около полутора тысяч человек, которые активно принимают участие в его деятельности. А летом еще больше ребят будут участвовать в летних сменах лагерей. Движение первых – это движение, которое объединяет детей, подростков, наставников, всех тех, кому интересно заниматься добрыми делами по разным направлениям. Всего 12 направлений движения первых – образование, знания, наука и технологии, труд, профессия, свое дело, медиа, коммуникация, экология, международные отношения, спорт. В общем, практически все направления, которые так или иначе могут заинтересовать современных детей, они представлены. Бесплатные муниципальные смены движения пройдут во всех 45 районах республики. Планируется, что они будут организованы на базе 29 стационарных детских оздоровительных лагерей, двух палаточных и 14 пришкольных. Планируется также смена в рамках проекта «Лагерь нашего двора». Это детский дворовой лагерь дневного пребывания, который находится рядом с домом. На сменах для детей и подростков будут проводиться мероприятия по всем направлениям движения. Поэтому большое внимание мы уделяем тому, чтобы был разный профиль у смен, чтобы как можно больше ребят могли познакомиться, иметь возможность познакомиться с движением, но через интересную и увлекательную деятельность. Чтобы как можно больше охват был на сменах движения первых. Поэтому если в прошлом году это было, как я тебе сказала, более 2000 человек, то в этом году по плану 17365 детей. Стать участником любой смены можно, откликнувшись по ссылке. Ее можно также найти на официальном сайте движения первых. Чтобы поехать в лагерь движения, нужно снять видеоролик и выложить его на личной странице ВКонтакте. В ролике нужно рассказать за две минуты о том, почему участнику важно побывать на той или иной смене, прикрепить портфолио, приложить скан копий дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих достижения участника по направлениям выбранной смены за 2023-2024 годы. Резидент Каримова, Ахмаджан Оев, Универ Новости. В Елавушском институте Казанского федерального университета состоялась вторая Всероссийская конференция выпускников. Более 120 педагогов, ученых, руководителей образовательных учреждений вернулись в стены родной Альмаматор, чтобы поделиться друг с другом своими профессиональными достижениями и результатами научных исследований. Обо всем подробнее в сюжете. В ходе пленарного заседания участников конференции поприветствовала директора института Елена Мерзон, отметив, что за все время учебное заведение окончили более 60 тысяч человек, и сегодня многие выпускники успешно работают в сфере образования, науки и других отраслях, прославляя имя института и вспоминая добрым словом своих наставников. Стены наши родные, всегда хочется сюда возвращаться. Кто-то из нас оказался счастливее, мы здесь каждый день работаем и переживаем, каждый день здесь с нашими замечательными студентами, в родном коллективе. Но вот в прошлом году, когда мы отмечали 125-летие за две основания нашего учебного заведения, мы просто обсудили статистику, ведь более 60 тысяч человек стали счастливыми обладателями диплома Елобужского вуза, повторюсь, в разные годы. Тема конференции звучала как выпускники Елобужского института в современном образовательном пространстве. Целью данного форума стало обсуждение актуальных проблем педагогики, а также обмен опытом между практикующими учителями. После окончания пленарного заседания для участников конференции организованы педагогические мастерские, соответствующие разным направлениям. Математика, экономика, этнокультурное образование, обучение иностранным языкам, дошкольное образование и так далее. А студентов, будущих учителей и молодых ученых ожидала встреча с выпускниками Елобужского института разных лет, которые готовы были поделиться историей своего успеха в профессии и дать советы молодым людям, как эффективно распорядиться временем, отведенном учебе в университете. С первого курса я была активистом, выступала на различных мероприятиях, на концертах, студенческая весна и так далее. А вот второй курс уже я стала работать параллельно на радио, вела радиопрограммы. И вот это яркое воспоминание, этот толчок в мое будущее дал именно наш тогда университет. Главный, наверное, совет не терять времени. Почему? Потому что жизнь действительно скоротечна. И самое главное, наверное, быть открытым к знаниям и стремиться эти знания, собственно, усваивать. И самое главное, ценить друг друга, ценить преподавателей. Почему? Потому что в известном плане высшее образование позволяет сформировать определенные сети доверия. И включиться, и попробовать на вкус многие формы человеческого бытия. И научную, и, собственно, педагогическую, ну и, в принципе, много другого, вот, собственно, опыта, который мы сегодня называем «софтский лайн». Напомним, что конференция выпускников в Елабужском институте была впервые организована в прошлом году и приурочена к 125-летию учебного заведения. Большой интерес к мероприятию со стороны выпускников и активная творческая работа в рамках тематических секций позволяют надеяться на то, что в будущем конференция станет традиционной и привлечет еще больше участников из разных регионов страны. Карина Саяхова, Елабужский центр медиакоммуникации, Универ Новости. В историческом центре нашего города скоро появится здание, символизирующее своим обликом современные технологии и инновации. О том, что будет представлять собой новый штаб «Газпрома» и насколько уместно его строительство, узнаете в сюжете. Новое здание «Газпрома» будет представлять собой смелое сочетание современного дизайна и функциональности. Внушительные стеклянные фасады, инновационные инженерные системы и эргономичное пространство внутри создадут уникальное архитектурное решение. Также стоит отметить использование бионических форм в проекте. Здание оборудуют смарт-системами управления, энергоэффективными решениями для снижения нагрузки на окружающую среду, искусственным интеллектом для оптимизации рабочих процессов и комфортного пребывания сотрудников. Между двух геометрических башен почему-то появился переход в виде такого аморфной формы, я бы так сказал. То есть назвать эту архитектуру бионической лично я не решился бы. Она с элементами бионической архитектуры в виде вот этого перехода. То есть если бы весь ансамбль вот этих из трех башен был сделан в бионической форме, то это один вопрос. А здесь, на мой взгляд, неудачное смешение двух стилей, а именно, наверное, бионики и зовем его хай-тек. При реализации и строительстве подобных крупных архитектурных проектов важно учитывать, как объект впишется в городскую среду. В историческом центре города преимущественно используются старинные формы. Новое здание строится в стиле хай-тек, что станет необычным акцентом. Именно поэтому оно вызывает противоречия у общественности. По словам экспертов, при проектировании здания использовались современные архитектурные методы со сложными формами, которые были выбраны исходя из функциональных и технических требований. Кроме того, архитектурные решения были определены также из-за ограниченных градостроительных условий, вызванных неправильной и сложной геометрией участка. В Казани была реализована башня «Лазурные небеса», «Небоскреб». Это все из этой же оперы, что была такая парадигма, что в центре города должны появляться небоскребы. Сейчас, конечно, от этого уже парадигма устарелая. Сейчас идет работа и действуют принципы по сохранению исторической среды, максимальной ее реабилитации, возрождению, в том числе осовремениванию, но более деликатными, более локальными способами, не влияя на ее разрушение своими крупными массами современной архитектуры. Стремление к гигантизму возникло еще в советское время. Желание построить больше небоскребов уже имеет устаревший характер. С теми же намерениями была построена башня «Лазурные небеса», которая возвышается на 120 метров. На данный момент дизайнеры стремятся к историческому сохранению среды и ее возрождению, не способствуя разрушению массами современной архитектуры. Это здание, в свою очередь, представляет собой достаточно упитанные башни, которые могут перекрыть визуальную перспективу на озеро с верхней террасы города. А также они станут новой высотной доминантной у Кабана. Елена Хугаева, Резидар Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль и Казанский федеральный университет продолжают цикл лекций в рамках проекта «Научная среда». Тема предстоящей встречи – этнокультурная палитра Поволжья, общая и особенная у народов республики. Спикером вновь выступит заведующий этнографическим музеем дирекции музеев КФУ Арслан Менгалеев. Он расскажет о национальном, религиозном и культурном разнообразии Татарстана, о традиционных занятиях и быте народов, об их общих чертах и особенностях. Событие пройдет 3 апреля в 18.30 в присутственных местах Казанского Кремля, 4-й подъезд. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова